Друзья, ну что, вот это оперативность. Я не только заехал, но я уже даже и выгрузился. Сказали, приходи за документами. Подъехал, они уже звонят. Давай быстренько на 18 ворота. На часах у нас 2.24. Вот это оперативность. Сейчас я только схожу за документами. Мне надо даже, наверное, и не надо в ряд встановиться. Сейчас вот сюда быстренько припаркуюсь, чтобы не терять времени. Или время, как правильно. Все, друзья, побежал с документами. И мы с вами опять поедем в Новосибирск. Ну все, документы я получил, друзья. Не ожидал я такой, честно говоря, оперативности, чтобы сразу так быстро загнали на ворота. Но это даже и неплохо. Сейчас надо перевести дух. Потому что ехать мне сейчас обратно в Новосибирск. Дали загрузку мне на завтра. На завтра грузиться столами в Москву. Но сказали, если вас выгрузят раньше, то приезжайте, загрузка будет сегодня. И поэтому, друзья, чтобы мне не потерять время, сейчас заездом на Новосибирск опять, я решил сразу рвануть на место загрузки. Тем более, что подтверждение получено, что они меня ждут. Сейчас надо только быстренько заехать в город, чтобы утром уже, точнее, чтобы к началу рабочего дня уже быть у них на территории. Сейчас быстренько покажем фуру и на выезд. Даже дух перевести не успевает. На часах у нас 2.37 было, когда меня уже разгрузили и отдали документы. Так что за полчаса оперативно сработали, вообще четко все. Да, так бы всегда. Так, 2.41 это у нас по местному уже 6.41 без 27. Сейчас я отдам пропуск и покажу фуру. Ну вот и все. Смотрели у меня наличие пустой фуры. Да, тут еще тронуться надо. Нашлифовали ребята с места после шлагбаума. И все, сказали счастливо. Приезжайте к нам еще. Так, движение уже пошло. Да, близится время без 15.7. Надо поскорее, поскорее мне прорваться. Иначе сейчас час пик и встрянешь там по самое, как говорится, не могу. Так, надо раздеться. А то я все бегаю фуфайки. Сейчас здесь встанем никому не мешать. Ну все, друзья, я переоделся. Проложил маршрут. 48 километров мне как раз до улицы Пролетарская 261. Но ехать надо будет через улицу Выборная. Потому что коротким путем туда не заедешь. Там только легковые автомобили ходят. Потому что изгиб местности, изгиб дороги там не позволит на фуре проехать. Но там и запрещено, конечно. Да, и по поводу километража. Как нас считают, что у меня от первого магазина до сюда, до сюда, вот до второй точки. В общем, с Фабричной в Толмачево. 20 километров. Как считают, может быть, на самолете лететь по прямой. У меня вышло 44 километра. Выехал я оттуда в час... В час 13. Как сейчас вот помню по часам. А приехал сюда ровно в два. То есть 44 километра я прошел за 47 минут. Причем городом. Но город еще спал, как говорится. И светофоры некоторые даже в режиме ожидания работали. В общем, я считаю, что сегодня работу я выполнил на 5. А почему тороплюсь на загрузку? Потому что еще причина какая. Не только из-за того, что домой хочется пораньше попасть. А из-за того, что у меня еще и плановое ТО. Друзья, а это как минимум целый день. Сначала в очереди отстой. На мойку. Потом намоешься. И жди, когда подойдет твоя очередь на ТО. Потому что машин, как всегда, много. И вот эти факторы. То, что и домой-то хочется, чтобы себе выходных побольше. Потому что на день раньше я загружусь. Но это не значит, что у меня график будут переносить на день раньше выгружаться. Нет. Вот именно, что меня и привлекло внимание. То, что загрузят на день раньше. А выгрузка-то все равно будет так же в понедельник в Москве. Потому что в субботу-воскресенье склады там не работают. И это как раз играет мне на руку. Так, очень хорошо. Выходим как раз в окошко. Так, и опять мы, друзья, возвращаемся с вами в Новосибирск. Давненько мы там не были. Аж целый час назад. Да, и люблю я вот такие моменты снимать. Здесь как раз рядом с Толмачево аэропорт. И смотрите, как раз поднимается самолет. Да, в темноте, конечно, тяжеловато фокусировать. Но поднимается он практически над дорогой всегда. Потому что так расположена взлетная полоса, что садятся. И взлетают они именно отсюда. Конечно, если уменьшить, то... Ну что, добежали мы опять до Толмачевского колечка. И движение здесь уже не как ночью я заезжал. Ну, по крайней мере... По крайней мере, сейчас на часах у нас 7.08 по местному. И ехать нормально. Пока едем. Сейчас посмотрим, как в сам город будет заход. Да, ну здесь вот, конечно, яма на яме. Кочка на кочке надо. Выбирать где-то оптимальную амплитуду. Но ее нет. Что тут, что левее, что правее брать. Одинаково. Да, непривычно. Все-таки в 4 часа разница. Поспать-то мне сегодня удалось, конечно. Но я надеюсь, сейчас будут грузить столами. И как раз это возможность. Они же грузят почти весь день. Ну, имеется в виду рабочий. Начинают с 9 и до 5. И за это время... Ай, какая колейка выстроилась. Вот это я вовремя здесь проехал. Буквально сколько... Так, ехал я сюда пол второго было. Сейчас у нас 3.10. То есть через каких-то 40 минут, да. За каких-то 40 минут здесь... Здесь просто оврал. По-другому не назовешь. Колейка хоть и не стоит, но движется очень медленно. А здесь еще вот с двух рядов. Это просто... Мне повезло. Мне повезло то, что... Получилось так по времени как раз. И выгрузили, и... Документы отдали сразу. И поехал я сразу без задержек. Но, правда... Ушло 10 минут у меня на... Отъезжание, закрывание ворот, просмотр документов, чтобы все печати были. И, естественно, эти 13 минут вычились у меня из того времени, что было отведено час на дорогу. Что-то дым. Дым какой-то. Да, и пахнет-то дымом. Я думал, туман садится. Да, опять крепчает мороз. Минус 18. Ну что, друзья, мы опять на Ордынском шоссе. Едем мы в обратную сторону. И патруль у нас здесь по-прежнему стоит на въезд в город. То есть стояло тут два. На выезд и на въезд. Ой. Сейчас остался только один. Ну и тому мы даже неинтересны. Там Ордынское шоссе потихоньку наполняется транспортом. Что в город, что из города. Но нам по нему проехать тут немного. А вот он, патрульный автомобиль. Может, он как раз и поехал в город. Вот и наш родной Новосибирск. Здравствуй, Новосибирск. Здравствуйте, жители Новосибирска. Я опять вернулся к вам. Чтобы провести небольшую экскурсию на колесах. Так, к сожалению, пешее у меня сегодня не получится. Хотя, честно говоря, она была запланирована. Думаю, как раз целый день. Целый день у меня после выгрузки. Да плюс еще потом целый день на загрузке. То есть, отдых предстоял грандиозный. Я думаю, как раз воспользуюсь этим моментом. И куда-нибудь схожу в Новосибирск. С камерой. Но получилось все немножко по-другому. А я сразу... Вот что значит. Не замерзайка не совсем хорошая. И на стекле сразу образуется... Замерзает лед. Вот и вернусь к тому разговору, что получилось так, как не было изначально запланировано. Но... Но это даже и лучший вариант. Сейчас сегодня загрузимся. А день выгрузки останется прежним. Понедельник. В Москве. Да, с грузом-то она немножко не так буксовала на обледенелой дороге. Да что такое? И вот мы уже на улице Петухова. Только движемся в обратном направлении. Да, никогда у меня еще таких оперативных загрузок не было, чтобы ночью выгрузиться, а утром уже заехать, грузиться. Ну, когда-то надо начинать. Да, асфальт. В прошлом году, летом, здесь положили новый. Так что по улице Петухова теперь ехать одно удовольствие. еще вдобавок ее вот как раз почистили. Вообще красота. Да, здесь смело можно в три ряда поместиться, как в принципе на той стороне там разлинованы ряды. Но все равно к самой крайней правой он занят чуть-чуть снегом. Да, решил я идти средним рядом, потому что правая половинка на серединку, левая не для нас. Но уж по-среднему пойдем. Здесь как раз полосы разлинованы. а то сейчас с рогатом разъезжались мы конечно тяжеловато. Он широкий и я широкий. Да, здесь уже идем плотненько. Что тут? Экскаватор тоже не узкий. Вот как тут разъезжаться люди несутся, не думая о том. Тут нос высунул. У меня здесь трактор с правой стороны. Я куда денусь? В клещи зажимают. Надо поскорее с трактором расставаться. но правда скоросковато. Я никак не могу разогнаться. Здесь подрезают, там подрезают кровь. Да, дошли мы до второго или если быть точнее до третьего уже кольца. и здесь что-то все встает. Да, неудивительно час пик. Сейчас нужно смотреть в оба, чтобы и справа не подлезли. Да и слева никто не вошел в бок. Так, ребята, нам направо, мы на главной, так что пропустите. так, ну все, вырвались с круга и встали. Да, вот уже возле ленты магазина на Петухово в три фуры нам тут тесновато. Я уже не стал всовываться между ребятами, потому что один сейчас налево хочет повернуть, а другой уж больно плотно стоит справа. Да еще скользко, начинаешь трогаться подшлифовывать автобус вот пролез прям мне уже привычно таким городским зауженным дорогам ездить. Да, вот это каждый раз трогание и остановка. Сколько времени теряется на пробуксовку. Я не знаю, может быть днем-то посыпят уже город-то. Там на той стороне реки-то уже посыпли, там даже чересчур сыро. А здесь-то вот накат очень хороший. при всем моем желании как бы я не хотел побыстрее разогнаться идет пробуксовка. так, ну что нам еще 17 километров. Сейчас еще пару проблемных улиц пройти и на выборную мы там уже там полегче должно быть. едем мы по советскому шоссе. Если правильно у меня Яндекс карты открыли. И движение здесь можно сказать еле-еле. понятно что там светофор понятно что еще и дорога тут ступеньками но тем не менее первую проблемную улицу мы приехали. Яндекс показывает что у нас тут далеко мы будем толкаться аж до самого светофора но другого пути здесь нет придется потерпеть только вот левый ряд жмется к нам а нам сжаться некуда потому что 40 сантиметров практически до бордюра не расчищено опять мы выходим на улицу мира который выведет нас на Бугринский мост здесь больно быстро ты и не поедешь потому что дорога перед светофором вся в ямах да и улица мира тоже у нас сейчас ничем не порадует я смотрю здесь тоже одни ухабы и ступеньки по той стороне вот я ехал там как-то получше обстоят дела еще еще немножко осталось сейчас только перемахнуть здесь виадук около гипермаркета Ашан и Мега а дальше уже по Бугринскому мосту должно все лететь а яй казалось бы так не видно что скользко да а все равно буксуешь Ивановец у нас напрал обороты и пошел ему до лампочки все кочки все ямы он парень местный уже привыкший а мне вот как-то в диковину по таким ухабам гнать так ну что берем правый ряд и скоро у нас поворот на мост ах ты такие канавки попадаются специально что ли накопали вот он у нас Бугринский мост и мы пока немножко на свободе так кран хоть и шустрый но надо его обходить с Бугринского моста мы сейчас снова съедем на большевичку на улицу большевистская сделаем тут сейчас небольшую петлю да когда будет мост дальше строится пока неизвестно но задумка была именно такая чтобы здесь был не тупик а продолжение моста здесь тоже скользко но под горку тоже не застрянем не надо только меня стараться обойти здесь так узко что за люди на повороте же надо мне больше места чтобы еще прицеп поместился сейчас мы там конечно здесь пожалуйста здесь я уступлю проезжайте здесь по прямой здесь нормально но там мы сейчас стрянем правда поворот остался считанные метры но будем толкаться ай-яй все приехали на часах у нас уже 4.04 по москве это 8.04 и мы еще никак не доедем навигатор нам показывать 300 метров нам осталось буквально чтобы свернуть в сторону выбранной и но но эти 300 метров нам покажутся как километр здесь здесь у нас из четырех рядов уже получается 3 какой-то домик заброшенный старый домик дома пластиковые эти окна пластиковые стоят даже одно открытое но что-то нет света 60 секунд светофор почти минута неужели нам не хватит хватит ну и славненько вот и славненько так теперь бы тут еще не встать в горку а то раз уж она по прямой буксует а здесь ведь ничем не лучше покрытие да еще вдобавок ям больше да здесь уже вот сыра пошло горку все-таки посыпали железная дорога точнее мост а тут сразу у нас электричка под мостом да мы опять на этой извилистой дорожке но в этот раз она довольно-таки очищена от снега не как в прошлый когда в прошлом году да или в позапрошлом мы здесь ехали еле-еле с коллегами разъезжались примерно так же кдм и разойтись и нормально друзья движемся мы по улице уже пролетарская и посмотрите как сменилась погода только что не было никакого снега а сейчас уже запуржил ну ладно к нам до места осталось считанные метры вот здесь вот придется через встречку проезжать потому что ямина такая под тягач а здесь деревья низко вот и уворачивайся здесь то ли от встречек то ли от деревьев да деревья на самом деле сказочные стоят под этим белым и ним так ну все мы приехали мы приехали мы приехали уже сказали заезжая прямо на территорию странно там стоит еще одна фура ну раз нам добро дали значит будем заезжать надеюсь 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 о моем номере уже сообщили все открыли шлагбаум и поедем и поедем мы на место стоянки и будем ждать когда нас позовут потому что непонятно вот где эта шторка будет грузиться мы-то обычно с одного места грузимся встану встану я вот здесь за ней и немножко подремлю на часах у нас 4.26 это уже по местному полдевятого так что друзья на этом наша миссия окончена по доставке груза в новосибирск и вдобавок еще на подачу машины на погрузку но все остальное мы увидим чуть позже на этом у меня все пока все спасибо